Обследованы все помещения подземного гаража. К сожалению, обнаружено 7 погибших рабочих. В период тушения эвакуировано 20 человек. Из них 2 человека получили отравление продуктом горения, отправленные в медицинское учреждение города Москвы. На месте сейчас работает следственная комиссия, работает судебный экспертный центр, главное управление МЧС России по городу Москве, а также прибыли представители стройного отзора. По линии пожарного отзора объект заключен за стройный отзором города Москвы. Сейчас они здесь находятся на месте, также разбираются. Пока устанавливаем. Довольно проблематично. Есть несколько версий, в том числе и короткое замыкание электропроводок. Потому что временок очень много, разбросаны по всему гаражу. Что за проводка, в каком она состоянии, мы сейчас только определяем. 100% уверенность в том, что люди проживали. Во-первых, установлены двухъярусные кровати армейского образца. На все мы насчитали порядка 101 места для проживания. Разбито это все на клетушки деревянными перегородками, отделанное пластиком и пенопластом. Поэтому и сильное задымление было в самом подвале. Люди оказались отрезаны огнем и дымом от пути эвакуации. Скорее всего, это ночная смена была. Те, которые отдыхали, проживали там, не смогли вовремя их оповестить и эвакуировать. Судя по огневшедшим, которые разбросаны, применялись до прибытия пожарных, пытались тушить самостоятельно. Скорее всего, из-за этого и задержка произошла с сообщением на службу 01. Поэтому к прибытию пожарных подразделений шло довольно-таки интенсивное горение и интенсивное выделение продуктов горения.